как начнем значит крупы у нас пшеничной я сейчас буду как бы показывать вам вот таким стаканом он наверно 200 граммовый стакан либо 180 вот так вот я на глаз делаю приблизительно для вас вот свяжу 2 стакана 3 стакана 200 граммов воды для начала сейчас промоем промыть надо тщательно промываем хорошенько так что вот это вот вся мутная вода чтобы ее не было вода был должно быть чистой если перемешивать можно заметить все они все нехорошее всплывает видите всякая скорлупа или как это называется кожица это и пленка скорлупа наверно вот так вот и и вот так вот выливаем так чтобы лишний мусор этот вот все убрать сливаем воду промываем еще вот так вот несколько раз а если промывать через сито то весь этот мусор останется как раз таки внутри ничего не очистится да забыла сказать вам что крупу надо брать очень мелкую крупная вот эта крупа не годится только совсем мелкой все я ее промыла я наверное еще один стакан добавлю сюда воды вот приблизительно на 4 стакана крупы вот у меня идет где-то вот на три пальца вот этого хватит где-то на три сантиметра выше то есть крупы надо посолить соль по вкусу только не перебарщивайте солью потому что вода все вся испарится это самое может быть пересолена потом и в мазоне мы еще соль добавляем закрываем крышкой закрыли крышкой и варим до тех пор пока вся вода не выпарится то есть она у нас не должна быть влажная вся вода должна выпариться на дне образуется такая тоненькая пленочка не пугаемся из того что мы долго варим эта пленка образуется можно конечно есть бабушки которые от начала до конца мешают чтобы этой пленочки не было но сразу скажу что она когда начинает кипеть она очень брызгается поэтому ну можно обжечься легче вот так вот лучше потом эту пленочку убрать она кстати очень легко убирается потом эта пленочка все оставим до готовности покажу вам потом хорошо в переводе так и означает хорошо то есть разваренный кашеобразный то есть это не как обычная каша чуть-чуть поварили там масло добавили нет это не так его надо чтобы совсем она была разваренная и никакой жидкости не оставалась внутри вот началась закипать образуется такая пеночка ее тоже убираем видите здесь еще воды много поэтому она не сильно брызгается как только вода начнет выпариваться то будет брызгаться поэтому надо крышку закрывать и лучше но периодически конечно смотреть чтобы не подгорело в конце покажу вам какая должна быть консистенция делаем соус соус делать из мацони чеснока и соли мацони у меня домашние я его сама делаю показывала вам как его делать если кто-то хочет у меня есть на канале отдельный ролик как я делаю мацони вот можно заменить иногда я покупаю в магазине когда нет мацони но в россии очень сложно найти мацони если она есть очень дорогое вот я за меня его либо написано вот на упаковке показывала вам тоже йогурт классический либо ацедобифилин я часто его покупаю обычно он везде есть так кладем соус сколько нам надо я люблю когда соуса много вы смотрите как вы сами любите сюда два зубчика чеснока чеснок тоже как вы хотите много чеснока мало чеснока это по желанию и соль соль по вкусу все дальше кладем в холодильник чтобы чеснока дал свой вкус и ждем пока сварится крупа вот вода уже выкипает хочу показать вам видите пленка образуется она потом легко снимается вот пока еще она жидкая надо чтоб жидкость вся выпарилась вот еще чуть-чуть так чтобы тяжело падала с ложки еще есть немножко здесь растапливаю сливочное масло открыла крышку чтобы быстрее выпарилась ну вот наверное уже все видите если не мешать оставить немножко обычно вода вот скапливалась теперь уже вода не скапливается сверху и вот так вот тяжело падает значит уже готова и лучше конечно делать в кастрюле с антипригарным покрытием если не будете мешать есть в обычной кастрюле то очень часто лучше мешать чтобы не подгорело и огонь небольшой делать варилась у меня все это дело после того как закипела 1 час 15 минут на среднем огне сверху соус из мацони или йогурт можно сверху масло все берем ложку вот так вот всем приятного аппетита а у меня все пока пока а